2017 стал результативным для белорусского парламента. Работа шестого созыва Палаты представителей в самом разгаре. Депутаты приняли ряд законов, которые направлены на развитие экономики, либерализацию бизнес-среды и раскрепощение деловой инициативы. Всего около 80 законопроектов. Приоритет этого года – вопросы экономического блока. Да и встречаясь с коллегами из других стран, депутаты должны содействовать не только политическому, но и экономическому диалогу. Ну и, конечно, быть ближе к людям, работая в округах, особенно сейчас, когда в разгаре кампания по выборам в местные советы. На это нацеливает глава государства и спикера, и весь депутатский корпус. Кстати, сейчас страсти бурлят не вокруг местных выборов, а вокруг двух других предстоящих электоральных гонок – президентской и парламентской в 2020-м. Так совпало, что по календарю они почти одновременно. Общаясь с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, президент четко дал понять, как только будет принято окончательное решение разводить эти кампании или проводить совместно, об этом сразу сообщат. Цитата «Никого обманывать не намерены». Что же касается международных контактов Палаты представителей, то в 2018-м география двусторонних связей значительно расширится. Беларусь направит в парламентскую ассамблею ОБСЕ проект резолюции в сфере кибербезопасности. Да и вообще официально Минск готов выстраивать самые хорошие отношения с этой структурой. В диалоге с организацией нет закрытых тем. Такую позицию президент Александр Лукашенко озвучил на встрече со спецпредставителем парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Единственное условие сотрудничества, о котором напомнил белорусский лидер – учет суверенного статуса Беларуси во всех вопросах и отказ от менторства. Мы готовы к обсуждению любых проблем и любых вопросов. Мы будем их обсуждать, мы будем на них реагировать. Условие одно – мы суверенная независимая страна, поверьте, суверенная независимая. И как любая другая страна, как и ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас. Поучали. Обучать – мы готовы учиться. А вот поучать – мы это воспринимаем, как или, еще раз подчеркиваю, любая другая страна, негативно. То есть, по-моему, это нормальное такое условие для нашего сотрудничества. Что касается безопасности европейской, региональной безопасности, вы знаете наше отношение ко многим вещам, ко многим тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира. Слава Богу, мы смогли это продемонстрировать всему миру. Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы. И мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок.